Добрый вечер, уважаемые дорогие слушатели, которые собираются здесь для того, чтобы встретиться с автором учения «Древо жизни» Аркадием Петровым уже не первый раз. Многие лица нам знакомы, но и тем, кто пришел в первый раз, и тем, кто всегда приходит сюда, мы в начале этого года, это первая встреча в наступившем году, от всей души желаем того, ради чего это учение создавалось. Быть здоровыми, быть счастливыми, быть созидательными и, значит, быть бессмертными. Вот от всей души желаем вам этого. Сегодня у нас несколько поводов для встречи, главный из которых – новые книги, созданные автором учения «Древо жизни». Вот иногда думаешь, ну что это за книги? Это что, философские изыскания, это философские трактаты? Скажу вам очень просто. Это путеводители. Но мы знаем путеводители по земле. Куда ехать, где повернуть, где остановиться. Это путеводители по мирозданию. Куда направлять свои мысли, каким образом достигать тех или иных уровней, как себя вести в этих пространствах, какие нарабатывать качества. И вот эти книги, а те, кто изучают учения, знают книги «Древо жизни». Это ступени. Одна ступень требует овладения одним качеством. Без нее не пройдешь на следующую. И поднимаешься на следующую, опираясь на предыдущую, и нарабатываешь новые качества. Причем названия качества знакомы всем. Ну кто не знает слова «сила», «слава», «победа». Но это мы знаем на своем земном, бытовом уровне. Спросите всех присутствующих в зале, они дадут каждый свой ответ. А нам нужно понять их божественный смысл. Тот, который позволит нам проходить, обретая в себе качество и становясь тем, кем мы есть по сути. А мы кто? Все свет. Хотите или не хотите. И не обретая вот этих качеств, предпосылки идут, причем они идут даже без нашего участия. Создается световое тело в человеке. Так помогите себе и Вселенной создать эту структуру. Но для этого нужно научиться кое-чему. Первое. Теперь мы вышли на первый уровень тонкого плана. Значит, то, что было для нас небесами, фактически стало нашей опорой. А какие условия жизни в этом пространстве? Здесь все управляется мыслью. И если раньше мы говорили, каждый отвечает за свои действия и поступки, сейчас мы говорим по-другому. Подумай, прежде чем подумать. Серфинг сознания. Мы на доске, которая скользит по высочайшей волне океанской мироздания, потому что сознание связано с этой средой. И нужно с одной стороны быть единым целым с этим основанием, а с другой стороны быть очень гибким, чтобы удержаться и не свалиться в воду. Второе. Пожалуйста, перестаньте, как говорится, друг друга либо опровергать, либо доказывать. Каждый выбирает по себе. Как у поэта. Женщину, религию, дорогу. И каждый выберет тот уровень, на котором ему комфортно существовать. Вот это учение для тех, кто хочет идти вперед. Ну а тем, кому хочется остаться на диванчике, ну и пусть остаются. Не надо на это тратить усилия, потому что они нужны для другого. И вот сейчас я хочу сказать, что книги Аркадия Наумовича избавляют вас от ведения дневников наблюдений за самим собой. Читайте их. Простите, может быть, библиофилы на меня обидятся. Я читаю это обязательно с карандашом. И каждый раз, когда я открываю уже подчеркнутую мной самой страницу, я удивляюсь, я же этого не читала. То есть я читаю те же самые слова, открывая смыслы. Это книги, открывающие наше многомерие. И мы начинаем понимать, что мы не только то, что мы знаем о себе. Мы значительно больше то, чего мы о себе не знаем. Своей глубины, своей способности. И это вселяет веру в себя. Это тоже требование времени. Верить в себя, не суетиться и двигаться вперед. Помимо книги, которые сейчас в моих руках, которые, как всегда, начинаются с откровения, Но какая глубина в этих словах? Ты же написал книгу, ты же передал книгу, имея книгу в руках, и тут же спросил сын, в котором отец, И что есть мир, если ты имеешь, как и каждый, свободу и выбор. Душу, дух, сознание, физическое тело, как структуру мира. И где он мир, если мир не в тебе? Вот и все. Вот это тоже условие перестать изолированно, эгоично находиться в своем собственном мирке. Потому что это уже не мир, это мирок. А вот когда ты это я, весь мир наш дом, и чужого горя не бывает, Вот эти принципы пульсируют в твоем сознании, тогда ты становишься как мир. И мир раскрывается в тебе. И он действительно тебе помогает. Помощь идет настолько отовсюду, что мы даже не можем этого представить, Насколько мы сейчас находимся в руках божественных энергий. Но они, можно их представить просто как цветные потоки, а можно как руки. Когда я написала книгу «Колыбель над бездной», Можно я ее покажу? Дайте, пожалуйста. Вы знаете, выбрала на обложке два образа. Мужской и женский образ. Вообще-то картина Константина Миколая Сочерлениса «Сказка королей». Но она очень хорошо иллюстрирует образы тех, кто нас поддерживает. Две энергии. Две ипостаси создателя. Вернее, тот, на который он разделил, чтобы быть. Которые в своих руках создают идеальный световой город, В котором все счастливы, в котором все благополучны и в котором все вечны. И вообще книга нацелена на то, чтобы людям, которые еще не прикоснулись даже к учению, Нашли в этом учении ответы на очень земные, конкретные и актуальные вопросы О своем здоровье, о своих событиях жизни и о своем будущем, Которые мы сейчас, сегодня выстраиваем. А выстраиваем, опять же, своими мыслями. И главное, что нас и учат по-другому оценивать свои мысли. Есть два теста, которые сразу говорят, ты правильно мыслишь или нет. Первый тест – это способно ли это вечно развиваться. То, что замешано и основано на любви, может. Ни одна отрицательная эмоция и позиция не даст вам вечного развития. И второе – это во благо миру, ну, к продолжению первого, или нет. И вот протестируйте себя в своих планах, в своих намерениях, И вы сразу поймете, где у вас есть недоработки. Мне не хотелось бы долго отнимать у вас время, потому что его мало, А есть такие еще замечательные у нас выступающие. Но я хочу всем пожелать одного – читайте эти книги. Они удивительные. Не потому, что я преподаю это учение, а именно потому я его и преподаю. Потому что в этих книгах ответы и на то, что вас мучило раньше, И на то, что вы задаете себе как вопрос, И на то, что вы пытаетесь выстроить в будущем. Это книги, сопережающие функции отражения. Многое, что было написано ранее, только сейчас воплощается. И то, что сейчас пишется, еще будет свершаться. А вы к этому успеете подготовиться. Перестроить, преобразить себя. А значит быть в резонансе со временем, С этими новыми, прекрасными энергиями, которые идут. Идут энергии счастья, любви. И они хотят, отразившись от вас, приумножиться. Поэтому излучайте это счастье. Находите эти крохи, если его нет тотально. И оно будет пребывать в вашей жизни. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте с нами. А дальше слово вам? Аркадин, или Роману? Давайте я немножко обзорно сделаю сообщение о том, что сейчас происходит. Дело в том, что в настоящее время учение древа жизни получило поистине планетарное звучание. Вот эти книги, которые вы видите, они на русском языке. Но практически сейчас по всех странах, больших странах Европы, мира, эти книги переведены на национальные языки и изданы. Вот только последние сообщения за полугодие минувшего года. Изданы две книги в Италии, одна книга в Румынии, одна книга в Венгрии, две книги в Германии и три книги в Канаде. То есть вы понимаете, каким темпом идет на распято. Причем на сегодня уже десятки стран издали, эти книги, десятки стран. То есть это находит отклик у других людей, причем независимо от той культуры, в которой они развивались, той религии, которая доминирует, потому что приезжают из Турции учиться. То есть мусульмане вообще потянулись, а Казань, как отзывается, там столько вообще наших уже региональных групп, которые развивают это учение. То есть и мусульманство, и христианство, и буддизм, все религии начинают почему-то устремляться сюда. Почему? Потому что здесь есть та истина, которую они все искали. Вот на одесском телевидении был материал, где один из учащихся приехал туда учиться, человек в Одессу, на семинар по древу жизни. И его на телевидении позвали, чтобы он рассказал о своих, так сказать, устремлениях, о том, почему он этим занимается. И он рассказал такую историю. Я думаю, что она очень интересна. Оказывается, перед тем, как приехать в Одессу, он был здесь, в Москве, и посетил недалеко от нас, вы знаете, есть Оптина Пустый. Он там ходил по этой территории, зашел в келью к одному старцу, там не монахи, там старца, и вдруг увидел трехтомник сотворения мира там. То есть мой трехтомник. Поскольку он его знает, он его сразу выделил и спрашивает этого старца. «Как? Вы тоже читаете Петрова?» Тот заплакал и сказал «Давно ожидаемые книги». А ведь оптинские старцы – это и сновидящие. Понимаете, насколько, в общем-то, даже там это все отзывается. То есть, вообще-то, получается так, что все эти книги снимают еще и религиозные противоречия, которые, в общем-то, раздирают мир. Они начинают объединять людей самых разных конфессий. Мы к этому шли, в общем-то, если так можно сказать, через тернии к звездам. Вот это признание не всегда так было. Лет 20 назад на нас накидывались, и накидывались очень жестоко. Например, когда мы начали эти технологии ментального управления применять в своей практике, мы в то время работали вместе с Игорем Витальевичем Орепьевым. Вы его, наверное, знаете, как автора новой Библии, завета грядущего Библии и будущего. Вот сейчас приехал тоже очень один интересный человек, Аркадий Жусман. Он – это врач, который на себе конкретно, то есть в своей семье испытал действия этих технологий. У него была буквально воскрешена его племянница. Он это знает. Если потом найдется в минуту, он может об этом рассказать. Расскажешь, Аркадий? Как слышишь? Спасибо. Это правда. Спасибо. Так вот, сначала, когда мы начали заниматься, в том числе регенерациями органов, мы начали звонить по всем учреждениям медицинским, всем светилам медицинским, и сообщать. Вы знаете, у нас уже пошла регенерация органов. Что нам теперь делать? То есть мы надеялись на контакт, на содействие, на взаимопомощь, на совместную работу. И что мы слышали в ответ? Этого не может быть. Вот эту формулу практически повторяли каждый из них. Те, кому мы звонили. Я тут вспомнил Чехова, унтер-офицера Мурчаева. Помните, он говорил, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Значит, на этом основании стоит наша современная медицинская наука. То есть она стиснута догмами. Если это выходит за пределы догмы, этого не может быть. Но все-таки один человек отозвался. Надо сказать, что академик Андрей Игоревич Полетаев, вы его, наверное, видите по телевизору, так довольно часто выступает. Он отозвался. Не сказал этого, не может быть. Он сказал, ну давайте, приезжайте к нам в институт. Это был институт молекулярной биологии. Приезжайте, будем тестировать то, что вы говорите, проверять, экспериментировать. И если вы все то, что вы говорите, правда, я вам окажу содействие. Мы приехали в этот институт молекулярной биологии. Там оказался еще один человек, директор института молекулярной генетики, профессор Макульский. Он сейчас на пенсии, тогда вот он был действующим профессором. И вместе они нам предложили эксперимент. Они говорят, вот мы тут подготовили для вас. В чашечках Петри находится культура клетки L60. Это те клетки, с которыми очень любят работать во всех этих институтах. Они очень такие удобные. И у них цикл метозного деления 28 часов. Задача ставится такая. Вы сейчас делаете управление, ускоряете цикл клеточного метоза ровно в два раза, до 14 часов. Мы помещаем эти чашечки Петри в компьютер. А лазерный цитофлюориметр есть такой. Это такой довольно большой прибор с эту комнату, приблизительно американский. Компьютер стоит, который все это обсчитывает и регистрирует. То есть, без какого-либо уже вмешательства человека происходит этот обсчет объективно совершенно. Это никакого субъективизма. Вот если вы это можете, мы с вами будем заодно. Надо сказать, что это была такая академическая шутка. Изменить цикл клеточного метоза невозможно. Потому что там находятся в клетках так называемые атомные часы. Они за миллиарды лет не изменяют ни на секунду свой ход. Ну, такая шуточка. Вот если вы можете, значит, все пойдет. Мы там были вместе, опять же, с Игорем Ивановичем Орепенко, который мне говорил. Он тогда был сотрудником моего фонда. И мы вместе поехали и вместе проводили этот эксперимент. Клетки изменили ровно в два раза, как было поставлено задание, цикл своего метоза. Это было заверено протоколом. Поставлены подписи. Поставлены печати. То есть, это стало актом мирового значения, по сути дела. Потому что никогда, нигде, ни в какие времена такого сделать не удавалось. Это совершилось. Дальше с помощью этих академиков произошло следующее событие. Нас пригласили в Президиум Российской Академии Наук, где собрали медицинскую конференцию с участием многих директоров институтов. Это было почти 10 лет назад. По-моему, в 2003. Ну, в общем, это есть в интернате. Это легко обнаружить. И на этой конференции был показан фильм, выступали специалисты, которые наблюдали этот процесс, в том числе Андрей Игоревич Плетаев, Петр Петрович Горяев и другие академики, специалисты выступали и подтвердили всю эту историю. В результате появилась резолюция. Она тоже есть в интернете. Вы ее можете увидеть. Это высший научный орган. Выше просто нет. Понимаете? В котором были... Я сейчас просто цитирую слова такие. Все случаи достоверны и статистически значимы. Рекомендовать к распространению. Вы представляете? На уровне президиума Российской Академии МОН, где там расписался, и вице-президент РАН, и директора институтов, и советники президента. Все подписи есть, тоже печатью заверены. Это можно обнаружить в интернете, пожалуйста. Поройтесь, кому интересно это все. Есть такая резолюция. И что? И 10 лет? Нет ничего. Потом к нам приезжает товарищ... Не один, там три товарища было, а три специалиста из института трансплантологии от академика Шумакова. И говорят, мы знаем, что вы делаете регенерацию. Мы знаем, что все это действительно правы. Но кто вам это разрешил? Понимаете вопрос? Не как вы это делаете, а кто это вам разрешил? Но тут же смягчаются. Говорят, вот академик Шумаков предлагает вам перейти к нему в институт. Он дает вам лабораторию. У вас будет финансовое обеспечение. По сути дела он не ограничивает. И давайте работать вместе. Каждый под одной крышей. Вот тогда все у вас будет нормально. К вам никто у нас переставать не будет. То есть будут ведущие проекта академик Шумаков. То есть когда это уже все есть, все это действует, уже у людей органы вырастают. И нам предлагают такую вот, по сути дела, сделку. Мы, конечно, не согласились. После этого нас медленно, но верно вытеснили из России. Я последние 15 лет в основном работал за границей в разных странах. В Германии, в Швейцарии, в Италии, в Венгрии и в других. Понимаете, в Австралии, в Гамбурге, в Гамбургском университете считал в австралийском. Читал он тоже в университете лекции. Здесь, в России, нам не давали, по сути дела, вообще платформы. Встает вопрос, чем же озабочена наша медицина? Она даже не отрицает, что это факт, но придерживается своих корпоративных интересов. Кстати, вот на том президиуме, где состоялся на медицинской конференции, ко мне подошел начальник управления нашего Минздрава и сказал, ну ты не обижайся, что некоторые товарищи как-то возражали. А там были люди, которые возражали. Он говорит, мы-то понимаем, что это все так и есть, но ты пойми, сколько людей останется без работы, если то, что вы делаете, сейчас внедрить в жизнь. То, что люди умирают и погибают там, где, в общем-то, можно их спасти. А мы на сегодня, на сегодня уже имеем статистику, что около 50 человек даже с раком четвертой степени. Вот врачи здесь есть, ну, Аркадий, он знает, что при четвертой степени никого не удалось, по-моему, еще спасти в мире. У нас около 50 зарегистрированных случаев. И вот это все выдавили за границу. Чем же заботчен наша медицина? Они себя рассматривают, видимо, как корпорацию. Я не противник, я не хочу, в общем-то, никаких конфронтаций с этой медициной. Но я пытался, пытался выстроить отношения. А они готовы их выстраивать, но на своих условиях. На условиях, когда им это будет, опять же, финансового года. А я такого аспекта в этих взаимоотношениях не вижу сам, для себя. Вот здесь возникло очень большое напряжение. Я извиняюсь, конечно, за то, что последние годы не было в России, но не было даже возможности это преподавать здесь. И это распространять здесь. Потому что очень серьезные были нападки, преследования, ограничения. Очень хочется надеяться, что со временем это изменится. Но пока это не очень меняется. И я в апреле снова улетаю, работаю в Германию, потом в Швейцарию. Там уже все приготовлено, там множество результатов. И о них рассказывают. Даже в нашем интернете, в российском, если вы выйдете на сайт Аркадия Петрова, там много фильмов, в том числе и западных фильмов, которые переведены на русский язык. где рассказывается результаты, которые там достигнуты. А там очень много результатов. И они не замалчиваются. Ведь, вот я не знаю, здесь была где-то брошюра. Ее, наверное, уже разобрали. Иван Павлович Неумывакин написал про нашу работу. А Иван Павлович – это человек, который, ну, как бы патриарх нашей медицины, академик. Он 30 лет возглавлял медицинское управление российского космоса. Доктор космонавтов, как его называют, лауреат государственной премии. Человек, который создал операционную, работающую в условиях невидцомости. Он написал про нас книгу, понимаете. Причем он не постеснялся в Центральном доме ученых в академическом собрании заявить о том, что он себя ощущает учеником Аркадия Петрова. Как патриарх медицины считает учителем своим вообще человека, который к медицине практически никакого отношения не имеет. Я имею отношение к новике, я доктор и философский, но не к медицине же. И вдруг патриарх медицины такое заявляет. И объясняет почему. Он говорит, потому что все, о чем я мечтал в этой жизни, он в этой жизни воплотил. И об этом молчал. Никто об этом не говорит. Есть сайт, на котором сотни фильмов из разных стран. Не только из России. Вот недавно, вот здесь присутствует директор киностудии «Дорога времени», Александр Кевкова, вот он с кинокамеры, пожалуйста, Саша, покажись. Вот он создал только что фильм «Школа преображения». Вот он буквально месяц назад вышел. Два месяца. Два месяца. Там столько случаев, которые официально зарегистрированы на кинокамеру. Люди, которые, в общем-то, слепые, у которых вернулось зрение. Там женщины из Финляндии рассказывали об этом случае. Там много всяких случаев. Там и рака, и чего там только нет. Это люди сами рассказывают свои судьбы. И он это все зафиксировал. Но это только часть материала, которая вошла. А было еще много материала, которая не вошла. Это тоже доказательное. Там даже болезнь Бехтерева, которая во всем мире считается неизлечимой. Там великолепный случай, когда женщина, которая сейчас, она прямо как гимнастка, которая болезнь Бехтерева, она должна была согнуться и не разогнуться. И там все это показано, понимаете? Кто об этом знает? Кто его ищет? Если посмотреть по просмотрам, ну, его посмотрело 3000 человек. Что это в стране, где 150 миллионов? Об этом не сообщают. То есть, как ваты обложили, они уже не могут ничего отрицать, потому что сами все признали. А там на Западе как бы это не просто признают, там уже начинают как бы очень серьезно наводить мосты на сотрудничество. Вот я совсем недавно был в Ватикане, официальным гостем. Они меня пригласили в Ватикан. Общался с их специалистами. Там они сказали, что прочитали мои книги, которые вышли на итальянском языке. И они назвали их «Эзотерическим христианством». Они меня спросили, откуда вы это знаете? То есть, получается, что у них уже есть какие-то определенные знания, но они ими не делятся. И они вдруг увидели, что вот в книгах это раскрывается. То есть, уже и церковь начинает делать шаги навстречу этому учению. Наука признала, но опять же спохватилась. Если это распространять, значит рухнет корпорация. Да не рухнет корпорация. Пусть врачи, которые знают это, начинают применять эти технологии. И таких случаев уже много, когда врачи применяли наши технологии. И об этом тоже есть сообщение в интернете. Фильмы есть. Вот если выйти на эти сайты, там есть сайт ТВ «Древо жизни» Аркадия Петрова. Или просто сайт Аркадия Петрова. Другой уже сайт. И из разных городов там есть. Из Нижнего Новгорода. Из Ростова-на-Дону. Из Казани. Все вот эти. Там столько случаев, где врачи рассказывают, как они применили эти технологии и спасли людей. Вот, например, одна женщина-врач, кандидат наук, рассказывает о случае, когда отправили женщину с четвертой степенью рака умирать домой. Она вместо того, чтобы умирать, поехала в Москву, к нам приехала. Через два месяца вернулась. Они ее продиагнозировали, а рака нет. Но это врачи рассказывают. Из этого же онкоцентра. Это не какой-то врач, как бы из-под воротни. Это вот сотрудник онкоцентра рассказывает, казалось, такую вещь, которая, в общем-то, ставит весь ее онкоцентр на ступеньку хотя бы ниже. Что тоже уже недопустимо, считается, в медицине. Но этих рассказов полно. Кто об этом знает? Их никто не ищет. Потому что о том, что есть такие фирмы, нигде больше не раскрывается. Ведь есть же специальные фирмы, которые сообщают, что где, чего можно найти. Ничего нет. Пустота. Понимаете? И как людям выйти на эти знания. А здесь сколько? Вот сейчас здесь, вот в этой даже, рассказывается Ваня Тураева. Я буквально вчера увидел фильм из Сочи про Ваню Тураева, который был глухонемой мальчик из Алушки. Поселок Розовое там называется. Глухонемой с детства. У него вернулась речь. Вернулся слух. Любой врач знает, что если глухонемой с детства, этого не может быть никогда. Он же никогда не слушал. А ему ставили, оказывается, на ночь. Две ночи только ставили подряд. На третью он заговорил. Сказку, вот, школа волшебных знаний, она здесь есть. Вот книга лежит как раз, вот эта школа волшебных знаний. Она записана, есть записанные аудиокассеты. И мы на ночь ставили. Два дня он слушал, но он еще спал и слушал. А на третий день начал тексты из этой книги говорить. Он еще других текстов не знал, потому что он никогда не разговаривал, а никогда не слышал, как люди говорят. И вдруг он этими текстами начал разговорить. Вот я буквально вчера выделил этот фильм. Качество, конечно, там немножко... Да, да. Не очень хорошее качество, любительская съемка. Но там что интересно, там есть специалисты, которые его там обследовали, они свое мнение рассказывают. Из медицинского университета приехали. И они говорят, этого не могло быть, но это вот случилось. И как бы вот как это воспринимать, мы тоже не знаем. Мы растеряны. Они в растерянности. Но, по крайней мере, это все видно. Их растерянность, и то, что это для них совершенно необычно. Но это все возможно. Это же факт. Это факт. И этих фактов очень много. Даже органов, которых вот отрезали хирурги, мы восстановили, это тысячи уже. Понимаете? И об этом молчат. Вот поэтому, в принципе, можно свести все это только к аналогии. Надо поинтересоваться этой фактологией, надо поискать ее в интернете и составить в своем умении. Потому что, если люди не будут требовать, чтобы это было в их жизни, чтобы они не зависели ни от скальпелей, ни от лекарств, которые, как говорит тот же Иван Павлович Умывакин, на 5% оказывают пользу, на 95% оказывают вред. Причем долговременно. Это слова Иван Павлович. А ведь он-то это еще как знает хорошо. Так вот, чтобы не зависеть от этого, есть же возможности, есть варианты. Причем эти варианты я на себе прошу. Так уж получилось, что практически я заболевал чем-то, в том числе и раком болел. Я начинал с помощью этих технологий изменять свое состояние. Мне это все удавалось. Я и органы на себе восстановил, через рак прошел, и через инсульт прошел обширный, когда, в общем-то, я был парализован. А через буквально три недели я уже был выписан из больницы. Они ничего не понимали. Я вот лежал парализованный. Через три дня я встал на колени, встал на колени к ползе. Потом еще через несколько дней встал на ноги и стал ходить. Это, кстати, недавно было. Это настолько поразило лечащих врачей, что даже вот врач, который меня лечит, на занятия приехал ко мне учиться. Потому что это нарушало все прописи медицины. И самое интересное, что многие ученые приезжают учиться. Да, многие ученые приезжают. Академики многие, очень известные. Приезжают и учатся. Вот, например, в Казани была ученая, женщина на обучение. Она до сих пор занимается подрывом жизни. Получила тоже результаты. Но при этом ее, как специалиста, она 50 лет занимается исследованием клетки еще с советского времени. Таких специалистов очень мало. И ее, как специалиста, несколько вот институтов, которые вырабатывают лекарства против рака, ее приглашают, чтобы она смотрела, как это лекарство действует на клетку. Вот когда она проходила обучение подрыву жизни в Казани, во-первых, она сказала, что это обучение должны пройти все ее коллеги. Вот это первое, что она сказала после занятий. То она сказала, я впервые поняла, почему клетка так работает, так действует. Вот, допустим, вводят в клетку какой-то препарат, а в клетке есть молекула, которая то, что клетке не нужно, просто выталкивает из клетки и не допускает вовнутрь. И она объясняет тем, кто создает это лекарство, что сама клетка, вот эта молекула, не допустит это лекарство вовнутрь самой клетки. Она будет как бы выкидывать его постоянно вовне. Межклеточное пространство, от чего, в общем-то, и задыхается организм от этих лекарств. Они начинают ей объяснять, что главное попасть в какую-то дозу, чтобы эта молекула не справилась и хотя бы часть нашего препарата вошла вовнутрь. И вот она впервые поняла, почему молекула так действует. Увеличивается в два раза доза, молекула начинает в два раза быстрее работать. Увеличивается в десять раз доза, молекула начинает в десять раз быстрее работать. И так молекула идет уже на износ, она готова умереть, но она не пускает то, что пытаются ввести в клетку, вот эти химические препараты. Поэтому она признала, что клетка, созданная Богом, имеет свое сознание, регулирует осознанно все процессы, и таким насильственным путем с ней не договориться, ее не возьмешь. Здесь нужно идти совершенно по-другому. Но здесь может даже вот, кстати, очень хорошо, что Роман эту тему затронул. Вообще весь принцип вот этого ментального управления состоит в чем? Создается голографический образ. А это световая структура. Затем этот голографический образ импульсом начинаем внедрять в клетки организма. А в клетках есть специальные белки, светопроводящие. Они от мембраны к ядру выстраивают такие световоды, а потом от ядра к органеллу. Наши биологи это практически не знают. Знают они или не знают? Аркаш, они знают это? Уже да. Уже да, да? Ну а мы 20 лет с этим работаем. 20 лет уже работаем с этим. То есть вот механизм внедрения вот этого образа, вот этой голограммы световой через вот эти каналы идет в ядро клетки. Клетка реагирует на него, дает корректирующие воздействия на органелла и исправляет ситуацию. Вот в чем. В основном очень кратко, потому что, ну, вы видите, сколько книг. 23 книги написано. 23 книги на сегодня вот таких по этой теме написано. И они есть уже, они почти все издут. Вот. А если кратко, то вот так. А если хотите больше знать, то вот надо эти книжки читать. Кстати, здесь они есть. Вот там целая полка есть с этими книгами. Можно их взять. Ну, я, наверное, на этом сейчас передаю слово, потому что времени у нас мало. У нас еще целый час. Один час. Ну, я передам все-таки Роману, а потом можем быть вместе. Пожалуйста. Роман. Роман один из первых инструкторов учения Древа Жизни. И человек, можно сказать, который на своей судьбе испытал, что такое ментальные технологии управления. Вот вы его сейчас видите, да? А лет сколько назад? 20 где-то около. 20 лет назад он уже был инвалидом и не мог передвигаться. Обездвиженно. И вот сейчас он сидит перед вами и может что-то рассказать. И он стал одним из первых наших преподавателей, одним из первых специалистов. И я очень горжусь тем, что у меня есть такие ученики, такие последователи, потому что 20 лет, как говорится, встал на путь, идет и не вихряется. Понимаете? Это очень важный момент. Потому что, к сожалению, так не все. Иногда помогаешь человеку, он принял эту помощь, только ушел, побежал куда-то к шаманам, куда-то к колдуньям, побежал, потом к врачам, потом еще кому-нибудь. И в результате смотришь, ничего. Потому что здесь уж принял эту путь, значит иди. Все. Не сворачивай. Ну, извиняюсь. Спасибо большое. Я очень рад, что у меня есть такое ученики. Ну ладно, все это тоже очень важно. Это же. А как у нас это что-то? Терриатура. Мой путь, допустим, духовного развития начался очень давно. Я где-то лет с 11 интересовался разными духовными направлениями. И случилась такая ситуация, что буквально внезапно, за одни сутки, все жидкостные среды, ног, рук, они просто вылились в суставы. Можно было брать, оттягивать кожу, мышцы и кости. И вот врачи, сколько проходил я исследований, дошло дело и лежал в институтах, не могли даже определить диагнозы, что именно произошло. Вот я когда спрашивал уже в институтах, что случилось, чтобы как бы опереться в сознании, как рассматривать эту ситуацию, да, то мне сказали открыто, мы тебе пишем как бы определенный диагноз, чтобы держать тебя в институте, потому что не можем без диагноза тебя здесь оставлять. А реально никто не знает, что с тобой происходит. Я начал анализировать весь процесс, потому что в моем восприятии, если меня горизонтально положили, значит отключили от всех бытовых дел, от знакомых, от друзей, от родных, да, значит надо полежать, подумать, поосознавать, что произошло, как произошло, разобраться в этой ситуации. Поэтому я погрузился в процесс вот изучения этой ситуации и обнаружил, что часто вот видел потом эту ошибку у многих людей, когда люди начинают заниматься активно духовными практиками и фокусируются только в духовное состояние, то тело начинает шататься. Ну, первое, принимают много духовных энергий, огненных, а тело не может столько переработать, его тоже надо делать сильным, крепким, развивать и так далее. Второй момент, часто резко обрывают связи с родными, с близкими, как бы отказ от этого материального поля идет, а тело фактически очень сильно связано с этим материальным полем. Чтобы оно работало на небесных энергиях, в небесном начале, то нужно пройти путь, нужно здесь, в этом теле произвести очень большую работу. И вот был момент, когда я тоже так же вот резко начал двигаться в духовное пространство, и тут же все вот эти связи были нарушены. Дома какие-то конфликты стали возникать, вот состояние некоторое отрицание материи было и так далее. Вот как только я это все проанализировал, понял, то ситуация стала меняться. И то, что произошло со мной в то время, вот я как бы детально могу объяснить, я понял только после того, как через 7 лет встретился с Аркадьем Амучем, он приезжал в Ростов с Петром Горяевым, была общая встреча, я на ней присутствовал тоже. Там был, конечно, огромный зал в тот момент, это был большой интерес. И прочитав, изучив, вернее, его трилогию, которую Аркадьем Амучем написал, я нашел там ответ. Так как меня в такой ситуации, ну, постоянные боли, передвигаться вы не можете, вас обезболивают, дают такие препараты, как метатриксан, замедляющие развитие всех клеток, не только больных, да, и вы постепенно начинаете становиться, как бы, ну, как овощ, да, вот где-то меньше воспринимать внешнюю реальность. И работать можно было только в пространстве души, в пространстве сознания, в пространстве, которое было вытянуто, как во сне. И я начал изучать вот этот процесс погружения в пространство души. Первое, что могу сказать, не было никакой иллюзии, был каждый день такой момент, можно умереть, можно жить. И концентрация шла на жизнь, где было доверие Богу, доверие жизни, и если даже возникает там уход этого тела из жизни, то это небольшой фрагмент бесконечной жизни. Вот такая концентрация была у меня. Но при этом я все время выбирал жизнь. Это очень важно, потому что многие люди, как бы, отчаиваются, они склоняются к другому выбору, ну, чтобы закончить какие-то мучения, страдания и так далее. А здесь очень важно выбрать жизнь. И я имел, как бы, доверие Богу полное, доверие жизни. И вот с этим доверием я погружался в пространство, которое у меня единственное оставалось, где я мог действовать. Потому что внешне отключали, фактически замедляли клетки сознания, все работало очень, как говорится, тух. И вот в процессе сна, один из снов, который я потом проанализировал и понял уже в будущем, когда соприкоснулся с трудами Аркадия Дмитриевича Петрова, была такая ситуация. Я оказался в некотором мире, где были огромные трибуны и шла игра. При этом вот этой игры в нашем мире нет вообще. Но я с детальной точностью знал все правила. Вот как будто бы я знаю все точно, как и что здесь распределяется, происходит и так далее. И вот в момент понимания того, что эта игра идет за мою жизнь, он вызвал некоторый ужас. Сознание начало пытаться уйти из этого пространства. Выход шел под какими-то трибурнами, какие-то коридоры, как будто бы там все было облеплено слизью какой-то и так далее. И я начал двигаться и начал ощущать, что за мной движется, если можно так выразиться, как зло в первородном виде. То, что подойдет, оно не имеет какого-то образа, ничего, что можно выразить, но оно уничтожит. Вот это приближение было. Но самый интересный момент возник тогда, когда вдруг при всей этой такой сложной ситуации, при всем этом страхе, который там возник за свою жизнь и так далее, я вдруг останавливаюсь, и из сердца начинает нарастать яркий свет. И этот свет переходит в звук, в звучание Ом. И вот этот звук просто разносит в дребезги все, что там находилось в этом мире. А у меня в этот момент исчез полностью страх, возникло безграничное спокойствие. Вот как будто бы не я действую, а действует душа, действует Бог, и все это происходит. И по сути, вот это был процесс разрушения первой клетки заболевания, клетки лидер болезни. И в течение вот где-то полугода эта болезнь стала сходить на нет. Меня выписали со второй нерабочей группой инвалидности. Я должен был через три месяца, как по мнению врачам, возвращаться, делать там опять процедуры, наполняться всякой химией. Потом они чистили кровь, плазму ФРС делали, да. Эту химию оттуда из крови выбирали, вливали очищенную кровь и опять наполняли химией. Ну так они мне предложили существовало. Ну, процесс меня не устроил, я начал искать совершенно другой выход из этой ситуации. И выход был найден именно таким образом. Но, заметьте, вот часто, как бы многие люди делают очень большой упор на технологии. Но при этом забывают о доверии Богу, доверии жизни. Забывают, даже вот я объясняю сейчас, посмотрите, Аркадий Намуч объясняет все эти технологии, он их делает, достигает результата. Но самое глупинное, что в Аркадий Намуче, вот я вижу лично, это всегда безграничное абсолютное доверие Богу. Именно вот этот процесс является самым основным, самым центром, потому что человек тогда делает каждое действие с Богом. Он не делает его сам отдельно. Он проявляет божественную мысль, божественную любовь, божественное здоровье, божественное событие. Он все время стремится проявить божественную реальность в любом своем деле. И почему говорят, иди с Богом. Всегда говоришь. Бог в помощь. Бог в помощь. Это же тоже не просто так. И вот здесь, как бы, произошел момент моего такого восстановления, а уже дальше практику я начал выстраивать систему восприятия, чтобы и небесные, и земные, как бы, процессы были в гармонии. Потому что это очень важно, если мы не хотим утрачивать это дело, это здоровье биологическое и так далее. С того времени я вообще ничем не болею. Это уже прошло больше 20 лет, никаких заболеваний нет. При этом нагрузки постоянно возрастают, непрерывно растут. И получается, что произошло изменение настолько глубинное, что когда я изучал книги Аркадия Новомыча, уже через 6-7 лет так произошло, что мы встретились, и я взял трикторный год, я его изучал. Часто люди читают духовную литературу, вот как что-то новенькое, как газету прочитали, и что там еще. Есть ли что-то еще почитать? Ну, как бы поглощение идет, просто информация. Я как бы рекомендую именно изучать, проводить исследовательскую работу, и как бы понимать, что там пишется, как можно глубже. Понимание имеет большое значение. Именно из понимания человек создает действие, из своей глубины понимания. Исследуя эту работу, Аркадий Новомыч, тогда было только 3 тома написано в то время, я увидел, что знания, которые на тот момент были у меня, они все здесь есть. И есть еще огромнейший объем потенциала знаний, который фактически бесконечно выводит на уровень вечной жизни, которого я не знал. И вот это и было как бы таким моментом, что я принял решение двигаться в этом направлении, и до сих пор ни разу об этом не пожалею. Потому что было много разных уже ситуаций восстановления людей. И самое интересное, что здесь уже идет работа не такая, что за человека что-то делаешь, а идет процесс именно обучения, где человек начинает исследовать, и те люди, которые реально хотят жить, они нацелены на жизнь, они восстанавливаются. Заметьте, даже у медиков есть такое правило, внегласное, да? Если больной хочет жить, у него шансов восстановиться гораздо больше, чем у того, кто жить не хочет. Это даже знают медики. Поэтому это всегда как бы нерушимое правило во всем. Вот даже были ситуации на той же конференции в Одессе, которая у нас была перед всеми этими событиями, как-то началась с Украины. Женщина в феврале начала обучаться, она позвонила мне из Швейцарии, со слезами начала общаться, ей дали мой телефон. У нее рак четвертой степени, четвертая стадия рака. Она лечилась в Израиле. Муж богатый, помогал, она там прошла все, и операции, и облучение, и химиотерапия, вот все, что только можно было, прошла в Израиле. Израиль отказался, сказал, вам осталось буквально там, может, два месяца, это уже такой потолок. Они поехали в Швейцарию. В Швейцарии все просмотрели, сделали все анализы, подтвердили диагноз, который дал из Израиля врачи, и тоже сказали, мы можем вам предложить, ну, еще одну, химиотерапию, больше ничего не можем. Вот она звонит в таком состоянии. Но заметьте, она хочет жить. Это очень важный факт. Один из самых главных. Я ей объясняю, что по телефону, как бы у нас работа не получится, сложно. Вы в определенном состоянии, вот, вам нужен объем знаний, потому что это очень важно. Или начинает человек объяснять с самых азов, или он уже объем определенный просмотрел, получил, он понимает, о чем идет речь, тогда можно активизировать более мощный процесс взаимодействия. Я предложил зайти на наш сайт, вот, эталон.таганрог.ком, там есть аудиозаписи. Я специально выложил ряд мастер-классов туда, для тех людей, которые не могут по каким-либо причинам приехать, бывают разные ситуации, может, человек лежачий, больной, не может приехать на занятия, и она начала там работать. При этом она начала жить этими занятиями, не просто их прослушивать и ждать чуда. Заметьте, это очень важно. Она начала жить. И в апреле месяце она прошла базовый курс, разработанный Аркадьевом Ильичем Петровым. В начале лета прошла вот курс сифиротопрактический аспект, первую часть, а в августе месяце на конференцию она вот уже пришла вот с такой коробкой конфет, сказала всем нам, что я не знаю, как вас благодарить, но диагноз рака снег, четвертая степень. Замечаете, при этом человек по знаниям, которые мы передавались, воспроизводил работу и достиг этого результата. Это ж не так, что мы постоянно 24 часа на него концентрируем. Сейчас таких уже снятых диагнозов рак четвертой степени около 50. А сколько регенировало орган, это тысячи. Причем в одной газете написали, это наша, в России газета, одна женщина, у которой регенерировали орган, она написала, сказала, врачи увидели отрезанный им когда-то орган и не обрадовались им. Статья думала. То есть радости не было. У человека орган восстановился, а у них не было радости. Вот, допустим, буквально в том, когда была работа в Чебоксарах, прошел базовый курс, и там участвовала, приехала с другого города мама организатора, Татьяна Левна. Вот она болела больше 20 лет гепатита, печаль, такой тяжелый форт. Сейчас полная восстановление. При этом она прошла базовый курс, разработанный Аркадьевичем Петровым, начала применять эти техники, сама является, как говорят, обычным человеком, учителем, передающим знания детям, да, и получила результат. Сейчас занимается следующими задачами по своему организму. и здесь, заметьте, что не только, как вот говорят, ну, скажем, вот этому человеку Бог дал, да, он такой. Самые обычные люди приезжают, берут знания, начинают их исследовать, практиковать, и начинают получать результат. это очень важный момент. И ни от кого не зависит. Ни от кого не зависит, да. Потому что здесь, вот, допустим, она прошла базовый курс, и она мне не звонила, не спрашивала, как, что делать. Она взяла эту запись, начала исследовать, начала читать книги Аркадьи Наумовича, и получила результат. Это тоже очень важный момент. Потому что, когда человек зависит от кого-то, то здесь, как бы, человек сам не развивается. Развивается всегда тот, кто делает эту работу, он будет активно развиваться. А человек входит в какую-то некоторую зависимость от процесса. Поэтому очень важно, что эти знания дают свободу. Дают свободу каждому человеку. В принципе, проявляют, наконец-таки, более глубинно ту свободу, которую дал Бог каждому человеку. Вот так бы я бы сказал. Спасибо. Может быть, Аркадьи, да? Ну, здесь, я уже говорил, что у нас здесь присутствует врач, который действительно на своем опыте, в самой крайней ситуации испытал действие этих технологий. Это Аркадий Литман. Вот он идет. Вот. И еще я хотел бы обратиться. Вот у меня есть четыре книги, брошюры Ивана Таловича Ювакина, где он пишет о том, что, ну, как бы осмысливает нашу работу. Если есть кто-то, кто может это как-то распространить или на сайте, или в газете, то я готов, пожалуйста, подарить эти работы. Можно? Спасибо. А вот если вот эта вещь как-то заглохла или заглохла? Немножко заглохла, но я думаю, что... Но я думаю, что она возродится. Потому что она развивалась на Украине. Там у нас была ансамербенция. Украина заболела, там у нее майдан головного мозга произошел. И поэтому немножко заглохла. Я там могу, чтобы новые координаты ваши дать. Пожалуйста. Но это будет востребовано. Это я знаю. Здравствуйте. Пожалуйста, здрасте. Здравствуйте. Может быть, вот сюда? Может, все равно. Может быть, да. Я уже где-то представил. Это врач восстановительной медицины. То есть профессиональный медик. Кончил Харьковский медицинский институт. В свое время ему, то у него была история. Сознайся при ней, если можно. Занимаюсь восстановительной медициной. А вообще медициной занимаюсь 40 лет. И изучал не только, будем говорить, методы народной медицины, как фитотерапия, остоправство. Но еще в различные духовные практики. Ну, в общем-то, к тому времени мне казалось, что, в общем-то, нового ничего нету. И все меня устраивало. В том числе я в своей практике применял, в практической работе применял духовные практики. Ну, вот 9 лет назад я нахожусь в Москве. Это был полдень. Звонок из Владивостока. Звонит мой брат и говорит, что его дочка. Реанимации и надежды на жизнь никакие. Ее сбила машину. Да, они переходили дорогу, и наркоман какой-то там спил ее. Она в реанимации, прогноз на жизнь отсутствует. Вот какая из духовных практик может помочь? Хотя на то время я много где был, изучал, использовал в своей работе. Ну, а так получилось, что где-то за полгода до этого мы с Аркадием Наумовичем познакомились на ВДНХ, на книжной ярмарке осенней. Ну, вот у меня остались его координаты. Я к тому времени прочитал «Древо жизни», «Трехтомник». Первое, что вот в такой ситуации, как помочь? Где Москва, где Владивосток? Я позвонил по телефону Аркадию Наумовичу, объяснил ситуацию. Он мне задал один вопрос. «Работать будешь?» Я говорю, «Буду». «Приезжай». Я приехал к нему в Пушкин. И мы начали работать. Мое сознание, это было в кабинете у Аркадия Наумовича, мое сознание, а затем весь я, были отправлены во Владивосток. Тело было в кабинете в Пушкино, а все остальное, самое главное, было в Владивосток. Мы отработали первый день. Я приехал домой, рассказал жене. У меня жена крупный специалист по психике. Она на меня долго смотрела, недоуменно. Она работала, клинический психолог. И на следующий день мне ехать к Аркадию Наумовичу. Она сказала, я тебя одного не отпущу, поедем вместе. Ну и она подключилась к нашей работе. Мы стали работать втрою. По прошествии двух дней она открыла, племянница открыла глаза. Дня через два попросила пить. Дня через два она стала, еще через четыре дня от момента, как вот произошло все, она села в кровати. Через неделю она уже по реанимации как-то пыталась двигаться. Через неделю три-четыре ее выписали в общую палату. И где-то через месяц с небольшим она была выписана. Там был еще один момент интересный. Врачи же там сделали ревизию, так называемую. Да, у нее было удалено половина печени, желчный пузырь, правая почка. Были удалены. Удар же был. Ну вот, прошло 9 лет, правая почка есть, печень восстановленная, желчный пузырь есть. Она благополучно прошла время, конечно, благополучно вышла замуж. Открытки прислала это. Да. Только почему-то вам, а не мне. Ну, она знает, от кого все это. Вот, вот такая история. Ну, в общем-то, можно говорить, до знакомства, вот просто прочитал книгу и все. А вот когда практики нету, можно говорить, очевидным, невероятным, да? Ну, а потом вот я с Аркадием Наумовичем много ездил и на всевозможные конференции, форумы, и за рубежом вместе с ним был. И вот после той совместной работы я уже познакомился с Романом, уже знаю и результаты Романа. Людей вижу, общаюсь с ними. В своей практике использую учение Древа Жизни. Ну, вот за 40 лет в медицине я не встречал более светлого учения, чем Древа Жизни. Вот я смотрю много различного, но вот Древа Жизни – это учение наполнено светом. Оно… Его можно рекомендовать обыкновенному человеку изучать врачу и использовать в своей практике. Тем более, вот мы работаем сегодня, вот работаем с телом, когда проблема опорно-двигательного аппарата, работаем с обменом веществ, когда эту проблему можно корректировать питанием, водой, травами, минералами, грибами. Вот. Но человек – это тело, обмен веществ, и, конечно, самое главное – это психика, душа, сознание. То есть то, что составляет вот этот нашу тонкоматериальную составляющую, основу нашу, да? То есть через которое можно восстанавливать и структуры более такие осязаемые, там, клетки, органы. И у нас есть возможность контролировать процесс. У нас есть такая, будем говорить, экспресс-лаборатория, там, неинвазивный анализатор формулы крови, где мы получаем 150 параметров от общего анализа биохимии до ЭКГ. У нас есть прибор, который 18 лет был на орбите на станции «Союз и мир», который тоже определяет через энергетику на основе восточных учений и западных, определяет здоровье человека, количество здоровья. И вот мы видим, как древо жизни работает. То есть еще и под контролем вот этой экспресс-диагностики. Ну, я в восхищении. И, конечно же, у кого есть силы, изучайте. И со своей стороны, имея уже там девятилетний опыт работы с древом жизни, конечно, все вам рекомендую. Учение необыкновенное. Аналогов нет. Спасибо. Ну, не встречал. Или не встречал. Могу добавить тоже по приборам. Аркадий сказал, когда в Астрии первый раз проводил занятия, то первое, что сделали в Астрии, они принесли прибор. И всю группу, которая была на занятиях, они пропустили через этот прибор. Он тоже там снимает много показателей. И через четыре дня после занятий тоже пропустили, чтобы посмотреть на приборе, что им дали занятия. Примечаете? Не на своем состоянии, не на своих ощущениях, то, что с ними произошло, а на приборе. Ну, подход такой четкий. И вот оказалось, что все показатели за четыре дня у всех, кто проходил занятия, улучшились на 60-70%. И вот они сказали, это нам подойдет. И мы сюда приведем детей. Мы не знаем, как это работает, но мы видим, что это работает. Поэтому здесь, как бы сам момент, в разных странах были ситуации, где все это тоже тестировали неоднократно и получали, видели все эти результаты. Ну, кстати, в Витикане тоже очень интересно. Протестировали, когда это было. Они принесли буквально на руках женщину тоже с раком четвертой степени, то есть, которая умирала. И ее там сзади, на задние ряды, где-то разместили в креслице. Поддерживали с двух сторон. И она два дня, пока у нас шло общение со специалистами Ватикана, она присутствовала. И вдруг на второй день она встала и пошла, и сказала, что чувствует себя хорошо. То есть, это тоже был определенный тест. Не просто так они ее принесли. Тоже они к чему-то приглядывались. Просто вот такие... Здесь надо понимать... Вот, я сейчас, извиняюсь, я сейчас обобщение сделаю. Вот у Федора Ивановича Тютчева, нашего великого поэта, есть такие слова. «Все во мне и я во всем». То есть, человек – это глобальная структура мироздания. Глобальная, которая может влиять буквально на все. ДНК человека – это программа его развития, на самом деле. И она соотносится с другой программой, например, планетарной или зодиакальной и так далее. Потому что на этом все не заканчивается. Просто мы еще дальше не ходили. Никто не ходил из человечества. Сейчас, например, именно в настоящее время меняется макроуправление Земли на планетарном уровне. А здесь, на Земле, были люди, которые очень профессионально могли через это макроуправление влиять на события, которые происходят в социуме. Понимаете? А сейчас это меняется. Например, Плутон удален, как структура управления. Она сейчас аннулирована. А это тот канал, через который, например, работали темные вот эти товарищи, имеющие ясновидение. Ну, ясновидение через подсознание. Это так называемое рентгеновское зрение. Черно-белый вариант, потому что духовное зрение, оно цветное. А если черно-белое, то это как раз уровень подсознания. С уровня подсознания они работали через планеты и захватывали определенные, выгодные и нужные им события. И вот сейчас это все меняется. Там большая паника у этих темных товарищей, у темных правителей Земли, потому что по макро уровню уже ничего не срабатывает. Они еще могут чего-то сделать. В личностном плане, в целом, в личном общении, но запустить через программу такую уже планетарную, через коллективное сознание человечества, они уже ничего не могут. Вот сейчас, конкретно в это время, эти события уже произошли. И это значит, что дальнейшее развитие здесь на Земле пойдет по другому плану. Никакие страшилки, которые вам рассказывают о том, что что-то погибнет, что-то исчезнет, это все забудьте. Отменяется особенно по России. Мелкие события будут. Это я не могу сказать, что ничего не будет. Но особенно по России, потому что Россия – это действительно как ковчег спасения. И уже люди, которые обладают ясновидением на Западе или где-то еще, они все уже начинают перебираться потихонечку в Россию. Бросают все свои, так сказать, бизнесы, офисы, дела, благополучные, как казалось, жизни, и все уже начинают сюда. Пока еще тоненькими ручейками это течет, но скоро это очень мощно, окрепно. Все будут бежать в Россию за спасение. Они будут сражаться. Не кажется, что такая миграция сюда, из стран Европы, или там серые, вот это все активизирует. И почему вы так написали, что если они так будут думать, что они мусульмане или христиане, они будут сражаться? Конечно, это же разберение, опять разберение на свой чужой. На свой чужой, да. Мусульманство – это определенный уровень развития. Это четвертый уровень развития. Общинное сознание. У мусульман, ну я пошучу сейчас, если действия не простят, у них в глазах все четверица. Жены у них четыре, молятся, на четвереньки встают и так далее. Это такой уровень развития. И если... А следующий уровень, пятый, это индивидуальное развитие, это как раз христианство. На самом деле, мусульмане и христиане будут первыми соединяться. Я в своей книге, не в той, которую вы держите, или еще раньше, в «Сотворении мира», которое уже давно, там 20 лет назад написано, я описывал, что на севере Африки соберется армия, которую никто никогда не видел. И эта армия завоюет Европу. Понимаете? Генетическая оккупация произойдет. Это предсказано в этих книгах. Разве не это произошло? Армия, которая беженцев собралась, разве когда-нибудь была такая армия беженцев? Разве они не захватили Европу? Разве не генетическая идет оккупация? Это все написано там уже 20 лет назад. Эти события еще и не происходили. Там много чего написано. Там написано, например, я говорил еще вот в том же «Сотворении мира» 20 лет назад, о том, что, например, Иуда не предавал Христа. Он выполнил его просьбу. Иисус сказал, что ты должен освободить во мне того человека, которого ты видишь внутри меня. То есть внутри была эта же плоть, а там был божественный человек. То есть была задача Иуда освободить этого божественного человека. Иисус сказал, что он выполнил ту задачу, которую перед ним поставил Иисус. Вот событий еще нет, а информацию о нем уже дали, я ее изложил. Собственно, я так и пишу, я и работаю. Я еще не знаю, что будет. Я беру вот бумагу, вот авторучка. И все, и понеслось. Потом читаю, господи, неужели я это написал? Откуда я это знаю? Там и физика, там и биология, там и оптика, там и генетика. Я совершенно в этих знаниях не ориентируюсь. Ко мне, ну в то время еще, когда я был в Москве, приезжала президент оптического общества Украины, там Людмила Ивановна, мы с ней так передружились. Она важный лауреат государственной премии. На ее технологиях построен завод в Питере. Это завод Ломан. Это вон весь на ее технологиях. А мы с ней дружили. Уже стали дружить. И тут мне вдруг текст по оптике идет. Но я двоечник в этой оптике. Я ничего не знаю. У меня в школе-то, не только в полдетах, а в академиях. В школе, в доске вызове, я больше, чем двойку с минусом, не получу. Это предел того, что я могу. И вот этот, но я записал. Я записываю этот текст, который мне дают. Это было так 11 страниц, мелкий почерк. И она как раз приехала. Я знал, что она мне позвонила, что она приедет ко мне в офис. Я ей раз даю ей, говорю, Людмила Ивановна, посмотрите, пожалуйста. Тут какая-то по оптике чепуха пришла. Я не знаю, что с этим делать. Наверное, какая-нибудь руда может в корзину выбросить. Она читает. Прочитала. Потом долго молчит и на меня смотрит. Понимает. Я уже сполчался, говорю, ну что, бросать мусорную корзину? Она говорит, ты что? Это Нобелевская премия. Это, говорит, дважды говоря, государственная премия. То есть высший специалист и авторитет в этой области. Потом она увезла это туда, в Киев, к себе. Она хотела это публиковать в журнале. Публикаций не было. А потом, когда вот как раз с Ваней Тураевым произошла история, там еще несколько таких историй. Вдруг Медицинская академия наук Украины собирает международную конференцию по этому событию. И приглашает меня. Там еще несколько академиков из России пригласили. Я приезжаю, там делаю доклад, об этом рассказываю. Значит, а там сидит Людмила Ивановна где-то на пятом или шестом иду. И улыбается. Ну, потом перерыв. Она подходит ко мне. Открывает, ну, подошла не одна с ней, еще три профессора. Она говорит, я должна перед вами извиниться. Я обещала вам, что опубликую эту статью, но не смогла. Потому что, когда мы начали ее там обсуждать, пришли наши спецслужбы, наложили запрет и засекретили эту тему. Оказалось, что там заложен принцип антигравитации. И они начали по этому направлению работать. Она говорит, я ничего не могу сделать. Даже сейчас, когда я сижу, посмотрите, за мной там еще сидят три таких шкафообразных молодых человека. Это и спецслужбы. Они нас никуда не выпускают. Я уже как бы самостоятельности не имею. За мной, в общем, все время приглядываю. Она извинилась. Я говорю, ну, я-то, что бы с этим с ним. Я-то вообще в этом ничего не понимаю. Тут хоть какой-то результат будет человечество, в том числе. Так что вот такие события происходят очень удивительно. Я вот в таком мире живу. Вот, как говорится, еще в голове ничего нет, а рука уже все пишет. А потом я читаю и думаю, ну, неужели я это написал? И как это возможно? И видите, в Ватикане специалисты сразу разглядели, что это, оказывается, сакральное христианство. Сакральное – значит тайное. Они меня так и спросили, откуда вы это знаете? Я им сказал, ну, вы же со мной не делились. Значит, не от вас, а источник всех знаний – Бог. Почему он дал мне? Я говорю, ну, наверное, устал надеяться, что вы этими знаниями с другими людьми поделитесь. Хочу добавить немножко. А состояние самадки можно считать ближайшим аналогом? Потому что товарищ, ты же сказал, нет аналогов. Состояние самадки в вашей… Ну, это совсем другая история. Это же, в общем-то, как бы самоконсервация себя. Но это определенное состояние. Вы же не хотите в самадке сказать? Зачем? Вы хотите, наверное, ходить и жить. И как будто ближайший аналог, нет? Ну, это та возможность, которая, в том числе, и в этом учении есть. Но другой вопрос – а зачем оно? Оно есть. Так, возможности у человека есть ко всему. Понимаете? Он может стать демоном. Он может стать Богом. Что выберешь? Свобода слух, свобода воли. Вот, чтобы правильно выбрать, потому что не случайно же в Библии написано «Я предлагаю тебе жизнь и смерть». И подсказки. Выбери жизнь. Вот для того, чтобы выбрал жизнь, идут подсказки Бога в виде откровения. Откровение – это то, что, в общем-то, передает напрямую Бог. Вот в каждой книге, каждая книга начинается с откровения. Это не мои тексты. Там дальше, там да, там уже я чего-то разбушляю, по этому поводу думаю. Это там как-то пополам, или дозировано, или то, что Бог сказал, а я что по этому поводу подумал, это здесь есть. Но первые тексты, вот они так идут, «Откровения». Один из трех был там, где ранее отец создавал материю. И видел, отец был один, но в нем не было одиночества. В нем был образ, и была вечная, нескончаемая мысль. И в образе том, и в центре его, женщина, и малыш, которого она держала на руках. И вот даются эти откровения, а потом по этому поводу, как бы разворачивается, целый цикл моих размышлений, поэтому и первые. Я хочу добавить из своего опыта, потому что уже более десяти лет передаю знания по древу жизни, веду занятия. И сколько бы мы не проходили базовый курс, там есть восемь уроков. Старкальномучич однажды сказал, что в эти восемь уроков уже все как в сжатую точку включено. Можно распаковывать постоянно новые знания. И вот сколько бы ни шли эти работы, уже много лет идут, каждый раз поднимается какой-то новый пласт. Из тех же самых текстов, из тех же самых уроков поднимаются все новые и новые знания. И распаковываются они из души, поднимаясь в сознание, и тогда проявляясь, озвучивают в одну. А почему это происходит? Почему? У нас линейное мышление, мы так не можем. У нас как бы точка за точкой выстраивается линия, а у Бога мышление многомерное, поэтому его тексты всегда многомерные. Сколько их ни крути, они открывают все новые и новые смыслы. Десять раз прочитаете, десять смыслов получите. Сто раз прочитаете, сто новых смыслов будет. Потому что у Бога параллельное мышление. Он может общаться одновременно со всеми людьми за землей, потому что у него параллельное мышление. Он нас к этому готовит, видит, что мы преодолели линейное мышление, которое нас ограничило. То есть горизонт нашего восприятия. Гений парадокса в другом. Можно я хотела сказать по вашей книге? Она огромное влияние оказала на меня. В частности, на здоровье. Я буду очень краткой, поскольку я в течение пяти лет страдала, как психиатры говорили, психическим заболеванием, панические атаки ночью между 12 и 5 часами, 5-30 утра. Давление поднималось в 260, резко-резко. И пульс до 149 виллов. И это было каждую ночь. Это меня вымотало просто. Посоветовали мне взять вашу книгу. Я прилетела из Соединенных Штатов, купила вашу книгу, с рук купила, причем я не знала, где можно приобрести книгу. Я начала читать, и вдруг я поняла, что я начала плыть вместе с вами по вот этим вот кочкам, по всем вот этим вот космическим вот далям. Мне стало немного страшно. Понимаете, вот как-то страшно, я ее отложила, эту книгу. Приступы продолжались, но я опять вот руки тянулись у меня к ней. Я снова начала читать, через какую-то, через себя пропустила, и вижу в одно утро, я молилась, рано-рано утром, чтобы опередить приступ, я просыпалась в пять, чтобы вижу, что ой-ой-ой, вот осталось немножечко, а уже прочитала почти целую книгу вашу, вот первую. И медитирую с закрытыми глазами, очень аж 115 раз. И вы знаете, вдруг открывается такое видение у меня. Я вижу Всевышнего, Творца вижу, такой огромный, такой огромный и теплый. Вот глаз нет, а они есть, бороды нет, а она есть. Вот понимаете, и вдруг я оказываюсь за его плечом. Вот вижу, что я вот рядом по его руку, а у него и руки-то нет как таковой, а вот такой серебряный шар, и он в маленьких дырочках таких, и он берет, вроде как, поднимает вот эту свою руку, и этот шар летит. И летит он через пространство, а я следую за ним, понимаете, за этим лучом. Простите, не шар, из шара луч он выпускает, и этот луч, я следую за ним, смотрю космос, темный, потом атмосфера, потом смотрю океан, лес, и вдруг мне в голову, в седьмую чакру, удар, и я, понимаете, на диване буду, я лежала на диване, и я, меня подбрасывает, и такое тепло невероятное, и я расплакалась, я говорю, творец, Боже мой, я видела Бога, понимаете, и вдруг у меня что-то такое открылось, я закончила вашу книгу, это повторялось, трижды я видела его, и трижды он мне помогал, во время одного из приступов, когда у меня манжетка была на руках, и слышу у меня в сознании, у него муж кричит, скорую надо вызывать, 260, и вдруг у меня в сознании такой звук, поздно, я говорю, молчать, поднимаю руки, я, конечно, как слепая еще была, понимаете, очень сложно в таком состоянии ориентироваться, и я начинаю творить, да будет воля твоя, наполни каждую клеточку ДНК безусловной, любовь и исцели меня, и опять удар этим лучом, и теплый, меня вот так вот пошатнуло, все, и муж включает аппарат, 120 на 80, и пульс 130, представьте, ой, 130, этот пульс 63, по-моему, был, и у меня муж падает с дивана, вот просто, вы понимаете, в таком состоянии, а у меня такое тепло, невероятно, я пришла к Роману на базовый курс, пришла к Роману Николаевичу, прослушала базовый курс, интересно, познавательно, я начала, настолько прониклась, и у меня вдруг в душе открылась душа, я поняла, что у меня внутри Бог, я всегда его спрашивала, что же такое Бог, ну что такое безусловная любовь, ну скажите мне, Роман Николаевич, я не могла понять, что же такое любовь, и вдруг такое осознание, во время медитации, помните, я смотрю, у меня открывается, и в груди кристалл, я увидела в груди кристалл, и такое свечение, круг свечения, я поняла, вот он там, понимаете, все, я и он, одно целое, и тепло, невероятно, когда свет затормаживает, вот затормозившийся цвет, дает тепло, Аркадий Наумович, я теперь с голограммой работаю, Роман Николаевич, вел мастер-класс по голограмме, и у меня часто эта голограмма возникает, я вижу свой ДНК, слушаю вашу, что, кстати, регенерация на клеточном уровне, тоже ДНК у вас есть, там, нарисованная ДНК, я работала по ней, по лестнице входила, приступов нет, я регулирую это все, и думаю, да что же это такое происходит-то, ну, конечно, я уже за год, уже год и два, три месяца интенсивно работаю, поэтому я вам очень благодарна, спасибо большое, и рекомендую всем. То, что вы рассказали, я могу тоже прокомментировать, понимаете, женщины очень, ну, гораздо лучше чувствуют, чем мужчины, так они устроены более чувствительные. И вот в этих книгах, там, где есть тексты Бога, они же везде там есть, там везде откровения, они вибрируют на такой определенной ноте, которую никаких других книг не найдешь, только там, где есть эти откровения, и они начинают вибрировать. И женщины это ощущают. У меня был уже анагнитический случай, я уже его приводил несколько раз, он такой смешной, что мне, я чуть-чуть расскажу разочек, значит, я проводил в Симферополе занятия, и когда я шел на семинар, там женщины в проеме, двери столпились, а я не могу пройти, потому что они стоят-то кучкой, ну и невольно слышу, что они говорят. А одна женщина там жалуется, вот у меня здоровье такое, то болеет, это болит, а другая ей отвечает, какие проблемы, переспи с Петровым, и все пройдет. Но тут все сложнее оказалось. Та женщина, она же заикасала, как это, как это? Она говорит, ну как, берешь книгу, кладешь под подушку, и спишь. Шутки шутками. А у нас уже пора лекции началась. Да, все, извиняюсь. Но шутки шутками, но это же действительно произошло, сработало. Работает. Мы принуждены сейчас уже закончить. Спасибо большое. Сделаю объявление небольшое. Там написаны сайты аркадийпетров.ру Дома Николаевича. Вот отмышка Аркадьева Муцлова, Аркадьева Муцлова, августоком. Позвоните единственное, да, за час. Ну, будете выезжать, позвоните. Позвоните. Да, по какому? Поэтому уже на телефону. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Спасибо.